добрый день дорогие друзья я надеюсь что меня слышно видно сегодня не будет потому что я болею и не хочу вам сегодня показываться портить впечатление вебинаре ну тем не менее открыть вебинар и прочесть как всегда некоторые анонсы из рассказать о ссылках которые я разместил это я сделаю ну что ж самом начале чата у нас четыре полезные ссылки по которым вы можете перейти и использовать их первая ссылка ведет на наш сайт на его главную страницу страницу расписания и в этом расписании в этом расписании вы можете познакомиться с и зарегистрироваться на все вебинары которые пройдут ближайшее время более того не только в ближайшее время но и до конца нашего учебного года вторая ссылка ведет на наш видео канал на ю тюбе и по ней можно подписаться на наш видеоканал что я и призываю вас сделать эта ссылка на ней будет располагаться запись и этого вебинара я надеюсь что уже сегодня ближе к ночи запись будет готова и помещена на наш видеоканал на ю тюбе третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов нашего нашей директ академии и кстати одним из курсов которые мы представляем будет курс марина орешка сегодняшняя сегодняшнего нашего спикера и марина обещала нам сегодня об этом курсе рассказать будет это где-то к середине нашего вебинара я надеюсь ну и наконец последняя да вы пока можете по этой ссылке пойти и посмотреть вообще какие курсы есть и в частности подробнее узнать про курс марина орешка четвертая ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов и эти сертификаты этот сертификат вы сможете приобрести сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара ну и наконец традиционно я хочу дать анонсы трех следующих вебинаров которые состоятся у нас в ближайшее время на сей раз в конце нашего чата они появятся красным цветом и так первый из означенных вебинаров и последний вебинар на нашей предпраздничной неделе будет вебинаром дмитрия кричмана из компании гиперметод и будет посвящен геймификации полное название вебинара геймификации в обучении на платформе ленинг 4g после праздников уже 12 числа не 11 11 у нас вебинара не будет на 12 марта в 12 часов по москве вебинар евгения кауфмана из израильской фирмы belief который называется как увеличить активность аудитории при помощи стриминга вебинар поднимает вопрос модного нынче направления стриминга как он может помочь нам в обучении и вообще как мы можем работать с нашей аудитории при помощи этом этого нового инструмента ну и наконец 13 в среду 13 марта через неделю ровно в 12 часов тоже по москве константин николаевич костюк наш генеральный директор компании директ медиа проведет вебинар цифровой контент для искусства конце концепт иллюстративно образовательной платформы арт-портал мировая художественная культура а ну константин николаевич тут у меня немножко эту тему забирает обычно об арт-портале рассказываю я и буду еще рассказывать в апреле месяце если не изменяет память но у него свой стратегический подход к этой информации я надеюсь что всем нам будет интересно так что записывайтесь все на эти вебинары ну что ж а я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру спикеру марина анатольная орешка для проведения нашего вебинара а всего доброго я остаюсь с вами в чате жители участники вебинара и на жители участники вебинара я надеюсь меня и видно и слышно и я думаю можно начать наш сегодняшний вебинар который мы посвятили инфографики и собственно не . инфографики а вообще различным способом визуализации информации в общем все что похоже на инфографику обо всем этом я тоже сегодня расскажу но вообще как появилась идея работы с инфографикой чем она может пригодиться нам уже не секрет что мы сейчас живем в эпоху больших данных когда в мире существует гораздо больше информации чем мы в состоянии и употреблять уже подсчитали что в течение одного дня создается более полутора миллиардов единицы текстового и визуального контента и 2 миллиона видеороликов это каждый день конечно попытки осмыслить такой огромный объем информации найти какую-то нужную информацию это все достаточно сложно этому испытанию мы ежедневно подвергаемся когда мы пытаемся систематизировать и сопоставить эту информацию она в таком огромном количестве льется на нас что это достаточно сложно сделать образно некоторые ученые сравнивают потребление информации в современном мире с попыткой пить из пожарного шланга то есть проблема стоит в том как систематизировать эти огромные объемы информации как ее представлять интересно понятно для лучшего восприятия для лучшего усвоения и вот этой этой решения этой проблемы призвали вот новый вид представления информации визу ее визуализации который назвали инфографика инфографика это простое и наглядное графическое представление информации о предметах включая сложное отношение между ними главная цель инфографики это быстро и понятно четко передать какую-то сложную информацию может быть цифры наглядно представить какие-то факты отношения между предметами как правило инфографика это прежде всего какие-то красивые изображения которые притягивают взгляд это возможно какие-то диаграммы графики но не так чтобы много какой-то определенный дизайн связи между элементами в общем это такая картинка которую интересно рассматривать и хочется ей поделиться инфографика это всегда очень просто рассказ о сложном простыми и понятными какими-то картинками и текстами это достаточно должно быть нескучно наглядно но и быстро потому что для потребления информации не так уж много времени а хочется узнать сразу и обо всем ну вот пример инфографики вот это например самая простая инфографика что вы имели представление если раньше не сталкивались с этим понятием ну вот например простая инфографика белом медведи здесь минимум информации максимум наглядного представления но уже даже буквально и кинув посмотрев на эту картинку несколько минут мы уже будем иметь представление о том кто такой белый медведь где он живет какому отряду он принадлежит и почему он занесен в красную книгу это такая инфографика в основном на изображениях основаны вот еще один пример это инфографика уже более обстоятельная это здесь уже много достаточно текста здесь есть изображение и все это вместе можно рассматривать конечно долго и и тут в одной картинке и заключена конечно огромное количество информации вот такую инфографику например можно поместить в учебник по литературе вместо описания биографии вот всех этих поэтов можно поместить одну такую большую инфографику и рассматривая ее мы будем знакомиться с биографией вот основных действующих лиц в поэтическом мире серебряного века но вот тоже пример пример такой инфографики если возвращаться к тому из чего состоит инфографика и почему она так положительно влияет на читателей почему она нравится почему вызывает интерес вот вам интересная ссылка 13 причин почему инфографика интересно почему все люди ей пользуются и интересуются а я пока вы рассматриваете эту инфа эта инфографика об инфографике а я несколько слов расскажу о том из чего может состоять вообще инфографика но прежде всего это изображение и небольшие текстовые пояснения к ним здесь могут быть и схемы и диаграммы и графики но не усложненные а какие-то очень простые и наглядные например какие-то виде фигурок человечков виде каких-то иконок чтобы глядя на эту диаграмму можно было сразу представить себе это все наглядно и было интересно все это рассматривать сейчас говорят уже о медиа инфографики сюда добавляются и ленты времени и различные ссылки списки какие-то аудио и видео ресурсы медиа объекты этой видео и карты и даже интерактивные опросы вот все это можно вместить в одну такую вот инфографическую работу вообще инфографику интересно использовать в работе интересные создавать и так можно делать и информационные плакаты для библиотеки какие-то рекламные материалы все это распечатать представить на выставке либо показывать на мероприятиях можно поместить на сайте или в блоге библиотеки и привлечь к созданию инфографики читателей например некоторых библиотеках проводят конкурсы для читателей по созданию инфографики например взять и имена поэтов в писателей юбиляров и вот по каждому писателю юбиляру составить такую инфографику и в социальной группе библиотечной например предложить вот к определенной дате место рассказа описать или вот как обычно пишут в группах там большие подробные такие обстоятельные пересказы биографии может быть проще вместо такого подробного пересказа просто нарисовать красивую привлекательную инфографику разместить в группе уже доказано что вот такими вот красивыми и интересными иллюстрациями социальных сетях многие делятся и рассказывают о них а где собственно взять идеи для такой инфографики если вы хотите ее начать создавать есть очень неплохая книга которая мне нравится называется она мировая литература в инфографике вообще инфографику легче всего создавать по каким-то научно популярным книгам понятно там много цифр дат каких-то интересных фактов где можно найти такую инфографику о поэтах в гугле я ее совершенно случайно сегодня нашла в поисковик google картинки ввела информацию инфографика литература и вот одна из первых картинок в списке сплала вот такая инфографика там вообще много всяких материалов если вы хотите поискать уже готовые варианты наберите тему и напишите инфографика и в картинка у google достаточно много примеров в любой области возвращаясь к книжке мировая литература в инфографике здесь собрана очень интересная инфографика по разным писателям в основном конечно зарубежные но есть и наши самое интересное что оказывается в виде инфографики можно представить но практически любой материал здесь и про возникновение книги и про литературные символы и про самые известные книги в истории и литературы и про выдуманные технологии которые потом были описаны в книгах и даже целый путеводители по книгам например по книге война и мир с огромным количеством персонажей вот все это разложили вот в такую схему инфографику книга интересная и здесь в фонде вашей библиотеке поинтересуйтесь она да не столько для того чтобы показывать на мероприятиях но это тоже для идей потому что на мой взгляд когда я только начинала этим заниматься самое сложное это придумать идеи вот о чем создавать а когда уже идея есть остальные мысли приходят уже сами по себе но вот эта книжка как источник идеи вот собственно в таком порядке принято создавать инфографику то есть выбираете тему определяетесь для какой аудитории ваша инфографика будет либо она будет для детей тогда вот подойдет такая как про белого медведя до что-нибудь очень простое с картинками либо для более взрослой аудитории тогда подойдет вот как для поэта про поэтов я вам показывала дальше вы собираете материал это вам все что угодно и медиа ресурсы и видео и аудио может быть и текстовый конечно и изображение хорошего качества вот весь этот материал собрав и начинаете его обрабатывать и систематизировать придумывать тут уже такая аналитическая работа идет вы думаете как можно представить в картинках каких-то символах вот эту информацию которую вы собрали ну и самое последнее когда уже вся информация отобрана и собрана тогда уже дело за дизайном тогда вы либо берете какие-то программы дизайнерские если вы с ними работаете либо используете онлайн инструменты которые сейчас позволяют создавать инфографику у нас в чате написано что звук немножко качеством испортился у всех так но если все молчат знаешь нормально да все нормально хорошо тогда идем дальше какую инфографику интересно рассматривать вот я тут собрала несколько признаков такой вкусной инфографики что интересного вы можете попробовать закрыть какие-то вкладки войти выйти может быть что-то поможет но прежде всего инфографика должна быть достоверно если вы даете какие-то факты вы должны быть на сто процентов них уверены понятно то есть не только вам понятно что вы изобразили в инфографике но и читателям которые будут ее рассматривать инфографика это лаконичный вид перебор с текстом тоже не есть хорошо то есть если вы слишком много текста помещаете инфографика превращается просто в конспект тут тоже надо продумать как в нескольких фразах может быть в нескольких словосочетаниях изобразить информацию ну инфографика это конечно все структурировано по порядку по полочкам разложено единый стиль оформления это тоже важно то есть если у вас такая мультяшная инфографика то этого стиля и нужно придерживаться если у вас более серьезная то соответственно картинки должны быть подходящие ну и наконец еще один немаловажный факт это читабельность если мы вернемся вот к этой инфографике в ней все отлично кроме читабельности тогда эту инфографику инфографику часто для того делать чтобы эффективно обмануть ну да но мы не будем делать такую инфографику чтобы обманывать мы будем по-честному но вообще-то да инфографику господи как они сме используют для того чтобы да какие-то факты красивенько так представить чтобы люди в них поверили то для манипуляции сознанием тоже но мы пойдем по честному пути мы будем достоверную информацию закладывать в нашу инфографику ну вот в этой вот все отлично кроме читабельности тогда эту инфографику надо бы распечатать на большой такой лист наверно 3 чтобы можно было как следует рассмотреть потому что вот сейчас на экране читать текст очень сложно поэтому вот читабельность это тоже немаловажная вещь когда мы ее создаем ну давайте посмотрим а что насчет дизайна как и что можно создать ну если у нас нет программы photoshop или каких-то других специальных дизайнерских вещей мы не умеем них работать то это и не обязательно можно взять наш старый добрый powerpoint и попробовать поработать в нем вот я инфографику создала меня попросили про екатеринбург нарисовать но вот далее несколько цифр я попыталась эти цифры как-то изобразить в виде инфографики у меня вот так примерно получилось использовала я программу powerpoint все что было под рукой интернета не было поэтому вот пришлось вот так вот создаваться но интересный опыт потому что оказывается в powerpoint и достаточно инструментов чтобы создавать вот примерно такие вещи вы можете и вертикальную создать и горизонтальную здесь и и рамочки есть и блоки и вы можете перекрашивать картинки удалять в них фон и стиля оформления выбирать и шаблоны и цвета темы есть самое замечательное что здесь шрифты все поддерживаются кириллицы и вы можете использовать какие-то особые шрифты которые вам нравятся до вставка фигуры позволяет эти блоки добавлять спасибо за подсказку точно рисовать линии различные объекты там же все верно это вставка фигуры вы можете слайд перевернуть в конце концов вертикально у вас получится вертикальная инфографика я вам сейчас ссылочку дам на вертикальную она на слайде не очень хорошо смотрелась поэтому я решила вам ее ссылкой дать это инфографика про бобра который живет в мурманской области вот можете посмотреть как вертикально у меня получилось но вот таким образом в пару понте тоже вполне симпатичные можно рисовать инфографики на мой взгляд если же вы все же хотите что-то в онлайне попробовать создать тут тоже есть сервисы для создания красочной инфографики причем у них много возможностей в пара пойнте вы все-таки какие-то медиа объекты вставить не сможете а вот в онлайне если работать то вполне возможно давайте посмотрим канва наверное самый известный инструмент и вы наверняка ими пользовались канва вообще создает огромное количество визуального контента здесь и презентации и различные афиши просто картинки для социальных сетей какие-то заставки блоки для различных групп и и вконтакте и в фейсбуке и на ю тубе и где угодно в общем канва это отличный инструмент тому же вы сейчас и русифицировали и стала работать еще проще что здесь вы просто выбираете шаблон после регистрации начинаете в нем работать по поводу шаблонов в канве достаточно много бесплатных шаблонов они помечены значком free на инфографике 15 шаблонов здесь есть вы выбираете тот который вам понравился и начинаете в нем работать можно загружать свои изображения тексты вставляете справа у вас будет рабочее поле а слева инструменты которые помогают добавлять сюда разные элементы текст буковка тп позволяет текста добавлять бэкграунд это фоновое изображение дальше вот я открылась сейчас вот на слайде открыто элементы которые можно сюда добавить фотографии различные символы линии иконки рамочки и так далее сервисе достаточно большая библиотека здесь может быть изображение бесплатных не очень много но вот как раз всяких рамочек линии и элементов оформления здесь достаточно много и вы можете на свой вкус что-то создать вы можете трансформировать шаблон изменить его размер цвет шрифт в общем все что угодно сделать с этим шаблоном и конечно все это сохранить у себя в личном кабинете есть еще вариант создать многостраничную инфографику по принципи презентации то есть с инфографики будет несколько страничек готовую работу вы сохраняете на компьютер можно ее можно на нее получить ссылку и встроить на сайт и в блог в целом достаточно несложный инструмент если вы только делаете первые шаги в инфографике можно попробовать в нем разобраться сейчас в нем стало работать еще проще одно время он не все кириллические шрифты поддерживал что обидно сейчас чуть больше стало этих шрифтов и чуть проще стало в нем работать но опять-таки это уже на практике можно проверить какие шрифты поддерживаются какие нет а вообще хороший инструмент можно работать еще один инструмент с слд скажем так тоже несложный инструмент здесь немножко меньше шаблонов чем в канве это инструмент конечно а прежде всего заточен на инфографику он собственно только инфографика и занимается вы выбираете шаблон здесь 15 шаблонов но есть такая небольшая хитрость вы можете взять бесплатных я имеют 15 шаблонов если вы заходите очень сильно платный то есть такая небольшая хитрость здесь есть возможность взять инфографику созданную другими пользователями и переделать ее под себя то есть вы выбираете понравившуюся вам инфографику может быть даже и с платным шаблоном и вы можете под себя его переделать и таким образом вот сохраниться такая небольшая хитрость загружать можно свои картинки можно использовать уже готовые которые созданы здесь библиотеки что здесь у вас в центре будет ваша инфографика а верху инструменты для ее редактирования инструментов не очень много и тут очень просто обо всем догадаться темплей c это шаблоны objects это различные объекты картинки которые вы сюда добавляете недавно появилась кнопочка медиа она позволяет добавить сюда видео с youtube а и у вас такая будет уже интерактивная инфографика прямо с видео файлом внутри background это фон ну дальше идут линии тексты charts это диаграммы графики но кнопочка пиктограмм добавляет различные иконки маленькие такие картиночки для иллюстрации чего-либо ну например для какой-то статистики иллюстрации добавлять ну вот моя инфографика вот такая получилась про мурманскую область это взятый шаблон здесь практически мало что переделал но практически без изменения только добавила свои картинки и ну и текст конечно получилась такая вот инфографика по шаблону этот шаблон вы кстати можете до неузнаваемости изменить не обязательно вот без изменений вы можете его подправить так как считаете нужно еще один инструмент чуть сложнее называется пикточарт чуть-чуть может быть посложнее если 10 шаблонов поменьше всего восемь бесплатных но можно начать работу с чистого листа и просто создать свой собственный дизайн добавив туда изображения блоки различные элементы но как видите все вот эти сервисы они друг на друга очень похожи здесь опять в центре инфографика с левой стороны инструмента для ее редактирования вот я сейчас разде открыла раздел графикс это вот все графические элементы которые можно сюда добавить шейпс и конс айконс это формы и иконки дальше есть анимированные иконки правда поосторожнее там очень много платного контента линии lines фото с фотографией ну и фоторамочки кнопочка плот позволяет загружать свои изображения если вам хочется их добавить бэкграунд рисует у нас фоны тексты рисует кнопка текст и color scheme это схемы цветовые до инфографики какой перекрасить ну вот таким вот образом у нас и и создается из таких маленьких фрагментов инфографика кнопочка tools позволяет сюда добавить еще и медиаресурсы но например из ютуба можно вставить видео а еще можно вставить карту или диаграмму через эту кнопочку все через нее готовую работу опять можно скачать получить на нее ссылку и встроить на код и на сайт в блог и на сайт здесь может быть шаблонов меньше но опять есть много интерактивного карта видео это все здорово можно пробовать сейчас ссылку забыла вам ссылку на пикта чар дать но вот пример сказка теремок как ни странно и и тоже можно уложить в инфографику здесь правда медиа элементов нет работа создавалась раньше чем эти медиа элементы здесь появились в сервисе но вот представление пикта чарт легко узнать у него инфографика такая виде длинного узкого как сказать длинной узкой полосы вот еще один инструмент инфограмм это инфографика анимированная то есть здесь элементы могут тихонечко выплывать в кадр и если поводить сейчас по этой инфографике мышкой курсорчиком то там будут всплывающие картинки появляться какие-то статические данные вот и поэтому ее принято называть анимационный анимированный здесь тоже принцип работы такой же выбираете шаблон здесь бесплатных шаблонов еще меньше всего 5 и затем в этот шаблон добавляйте информацию можно с чистого листа начать и добавлять туда либо взять один будет из пяти этих шаблонов если вам он разонравился в любой момент можете поменять на другой и но все данные сохранятся как ни странно все это сохранится поэтому легко можно несколько шаблонов по переключать и выбрать то что нравится и опять с левой стороны инструменты для редактирования тексты графе графики диаграммы карты изображения различные вот кнопочка с тремя точками добавляет медиа объекты я как раз ее сейчас и открыла на скриншоте это из ютуба можно видео добавить значок ссылочки добавляет встраиваемые объекты по ссылки например какие-то медиа ресурсы можно презентацию слайд шея добавить и текстовый документ можно добавить даже прямо в презентацию получается уже и в презентацию в инфографику и получается такая достаточно уже насыщенной информацией инфографика с медиа элементами с большой с большим количеством информации единственное что вот с картой здесь не все хорошо карта это платная функция бесплатно можно только карту мира добавить если вы хотите какой-то своей местности то к сожалению не получится а все остальные встраиваемые объекты да пока в сервисе они бесплатные также можно менять и оформление если вам такой вот темный не нравится таймлайн можно его перекрасить в какой-то более веселый цвет можно создать инфографику из нескольких страниц с правой стороны в красной рамочкой кнопка это пейдж добавить новую страничку и получится у вас инфографика как презентация из нескольких страниц поскольку это медиа инфографика тут готовы уже скачать не получится но можно получить ссылку на нее и вставить на сайт и в блок по коду еще один интересный сервис нравится он мне во первых потому что несложный во вторых потому что довольно интересный сейчас расскажу в чем интерес инфограмм я так к сожалению и не освоил им как-то я с ним не подружилась а вот венгеич удалось интересный сервис здесь огромное количество шаблонов вот почему мне нравится здесь 100 шаблонов бесплатных рабочее поле как вы видите похож на другие сервисы еще один большой жирный плюс вы его видите на экране здесь русификация все надписи на русском языке поэтому в этом сервисе очень замечательно работать если вы начинающий дизайнеры хотите что-то создать самостоятельно то вот здесь отличный вариант сначала будет очень долго выбирать шаблон их тут огромное количество дальше уже по стандарту готовый шаблон переделываете добавить свои тексты иконки диаграммы импортируйте свои изображения можно фон поменять текст шрифт поменять рамочки добавить и и все что угодно что по поводу интерактива отдельная кнопка в самом низу здесь можно видео с ютуба добавить можно добавить таблицу с данными и еще можно добавить опрос для читателей прямо внутри инфографики можно о чем-нибудь спросить читателей строить такую голосовалку и у вас какая-то будет информация по поводу голосования не знаю пока как это можно использовать но я думаю идеи появится если вы например какую-нибудь рекламную инфографику создаете от своей библиотеки можете попробовать читать предложить читателям проголосовать за библиотеку ну или как-то иначе выразить свое мнение в общем очень функционально оказывается инструмент удобный в работе особо в нем даже рассказывать не надо потому что здесь все на русском языке и довольно понятно интересно еще один тоже нравится висми вот здесь правда на английском но есть много интересных тоже элементов ссылку сейчас дам чат висми тоже графические объекты создает вообще он не только по инфографике специализируется он может создавать разные графические объекты и презентации картинки для соцсетей афиши и постеры и разные объекты для сайтов в том числе инфографика 16 бесплатных шаблонов здесь можно создать чистого листа добавляя свои картинки здесь немножко иначе хотя принцип хотя изображение рабочего кабинета примерно такой же но здесь немножко иначе все вся инфографика делится на три блока в каждом шаблоне первый блок это заголовок 10 причин взять и приехать в мурманскую область это первый блок заголовок инфографики второе это основная часть инфографики то есть здесь вся вот эта статистическая информация все вот эти картинки они все во второй части ну и заключительная третья часть ее можно удалить если она вам не нужна там различные информации об авторе ссылки какие-то дополнительные источники информации так далее все там в третьем блоке а внутри каждого блока вы уже вправе добавлять свою информацию которую считаете нужно здесь можно картинки например взять из библиотеки сервис их достаточно много вот я открыла список всех картинок они тут рассортированы по категориям есть обычные линии есть рамочки есть какие-то художественные картинки смайлики все что угодно можно из библиотеки можно со стороны из компьютера добавлять правда с какими-то высокохудожественными ссылка на русскоязычный ресурс у меня смонтирована в самой презентации чтобы не затруднять чат множеством ссылок я вам советую скачать сейчас презентацию которую сейчас показываю она в папке ресурсы это справа вверху если вы на стационарном компьютере то можете ее открыть там увидите зеленым значком презентация которая называется инфографика вы можете скачать и вот там ссылка на венгейдж это вот русскоязычный ресурс и канва тоже русскоязычная вот эти два сервиса пожалуйста возвращаемся к висме чем он меня поразил здесь есть анимация вот у меня там если вы открывали инфографику там у меня цифра 10 выплывает причем это случайно получилось я просто решил эту анимацию не убирать ну пусть останется можно создать многостраничную информацию из нескольких слайдов можно добавлять диаграммы графики из ютуба видео и встраиваемые объекты любые слайд шоу и презентации игры и викторины все что вам понравилось еще одна интересная особенность вот у этого сервиса он может разрешить вам добавить даже музыкальный фон правда не знаю как это будет воздействовать на читателей но можно музыкальный фон добавить к инфографике она у вас получится ее просмотр можно под музыку сделать здесь правда всего 5 треков вы можете закольцевать и она будет бесконечно вертеться пока читатель рассматривает инфографику под приятный звук музыки либо наоборот этого не делать чтобы его не отвлекать готовую инфографику можете получить на нее ссылку можете скачать ее как картинку и с кодом вставить на сайт и в блог тоже очень функциональный сервис ну и вот Дженни Ли тоже хороший инструмент оставила его одним из последних потому что он по своему функционалу наверное самый крутой среди вот всего этого многообразия о котором я вам рассказывала Дженни Лу это тоже хороший сервис для создания графических объектов они специализируются на различных интерактивностях для сайтов делают разные интересные интерактивные элементы презентации, картинки здесь есть 30 шаблонов для инфографики в том числе обычная инфографика инфографика как лента времени список, карта, досье вы можете выбрать один из 30 шаблонов и тоже в нем немножко поэкспериментировать можно с нуля чистую страничку начать либо по шаблону здесь практически любые объекты добавляются здесь и картинки и фото и видео и аудио и устраиваемые объекты чего тут только нету и самое интересное что любой элемент в этой инфографике можно сделать интерактивным при нажатии на него может открываться какая-то дополнительная информация как это делается в этой инфографике есть так называемые горячие точки или метки вот эти вот плюсики рядом с названиями животных на моей инфографике некоторые из них активны если например нажмете на плюсик рядом с текстом северный олень то у вас откроется дополнительная информация про северного оленя это вот та самая горячая точка или метка и у нас инфографика становится интерактивным плакатом то есть нажимая на какой-то значок мы получаем дополнительную информацию и вот такая многослойная получается инфографика она параллельно еще ведет на ряд других сайтов показывает где еще можно получить дополнительную информацию по теме самое интересное что вот эти вот все элементы можно еще и анимировать то есть у вас картинки могут выплывать значки как-то крутиться вертеться появляться исчезать и так далее все это еще и анимируется в итоге здесь рабочее поле не очень сложное тоже добавляются тексты и медиа и фон добавляется картинки можно свои добавлять кнопка pages добавляет еще новые страницы можно многостраничную инфографику создать вот я открыла например значок интерактивные элементы вот те самые горячие метки в виде различных значков там письмецо скрепочка я не знаю стрелочка восклицательный знак вопросительные и так далее все это помогает сделать информацию интересной интерактивной и еще один большой плюс у дженнил пока они не монетизировали это здорово здесь можно приглашать соавторов для работы с инфографикой можете устроить коллективную работу со своими читателями либо с другими коллегами по работе будут создавать инфографику все вместе это тоже хорошая штука сервис на английском но достаточно несложно есть обучающие материалы по нему если вы хотите создать инфографику со специализацией допустим медицинскую какую-то физическую астрономическую ну вдруг у вас библиотека при научном каком-то учреждении вам нужно создать что-нибудь такое научное то можно взять вот этот сервис mind the graph в чем прелесть сервиса здесь очень много всяких научных картинок ну вот динозавры там всякие мыши биологические какие-то штуки которые просто так в гугле не найдешь или будешь долго искать а вот здесь они собраны здесь большая библиотека все картинки систематизированы например там заводим зоология биология там белая мышь допустим вот нам целую кучу картинок связанную с этой белой мышью тут же выдали мы любую картинку в инфографику вставили здесь большая библиотека таких изображений специализация здесь биология математика физика и астрономия можно создавать с нуля свои графики и диаграммы можно менять размер инфографики подстраивать ее под размеры своего сайта единственное что бесплатно здесь можно только один проект создать но можно скачать на компьютер сохранить поэтому опять таки маленькие хитрости создаем одну работу скачиваем удаляем и в личном кабинете можно создать еще одну какую-нибудь картинку ну вот такая специализированная инфографика если у вас потребность возникнет в таких научных вещах то можно здесь поискать что еще вообще инфографика вот на этом собственно основные сервисы для создания инфографики закончились но в интернете огромное количество инструментов для различной визуализации не только вот в виде вот такой инфографики как мы сейчас видели можно визуализировать информацию немножко иначе это тоже будет похоже на инфографику может быть это не 100% инфографика но это тоже визуализация это тоже интересно давайте посмотрим что еще можно придумать так называемые ментальные карты или интеллект карты это удобный способ для структурирования информации главная тема находится в центре вот например сказка Бажова в центре а дальше стрелочками от нее расходится в виде такой древовидной структуры разная дополнительная информация прототипы и различные изображения экранизации информация об авторе о жанре дате создания и так далее скажите пожалуйста доступ для скачивания презентации закрыт или у меня технические проблемы со скачиванием скорее всего технические проблемы со скачиванием информация инфографика лежит в общедоступных ресурсах она должна скачиваться открыто все да как создаются интеллект карты и в чем их плюс самый главный плюс это коллективная работа в основном все сервисы для создания ментальных карт они все для совместной работы то есть вы можете приглашать соавторов это здорово например если вы работаете сразу с целым коллективом участников какой-то группой вы можете им всем раздать ссылки на доступ к вашей работе и все вместе работать над одной большой такой визуализации информации несколько сервисов выбрала для рассказа один из них spider scribe сервис для создания ментальных карт здесь можно добавлять тексты изображения и карты все значки находятся слева вот они тут очень легко догадаться что есть что тексты текстовые документы изображения карты и даже календарь с датами можно добавить да кнопка слева от названия спасибо вот нажав на зеленую кнопочку должно все скачиваться вы получаете вот такой безразмерный холст на котором можете располагать свою информацию как считаете нужным стрелочками ее соединяем между собой если хотите и вот таким образом можно визуализировать информацию сейчас я вам ссылочку отправлю ну вот это конечно не инфографика но что-то попытка ее визуализировать жанры живописи например представлены ну чтобы было понятно как это в итоге выглядит здесь можно редактировать и цвет и размеры вид шрифта и фон и окантовку каждого элемента все это передвигается по экрану вы можете мышью переносить это в любое место экрана и менять как нужно вообще когда вы будете регистрироваться в этом сервисе вам сразу будет предложен платный тариф бесплатный находится в самом низу страницы листайте сайт до самого конца там внизу есть тариф для некоммерческого использования вот это то что надо здесь количество создаваемых работ не ограничено и выбираем именно его и он же позволяет этот тариф добавлять соавторов в работу вот такой чуть посложнее майндмейстер но тоже не сказать что прямо супер сложный легко все осваивается сейчас ссылочку опять отправлю ссылка про электронные библиотеки ментальная карта здесь как вы видите точно такая же структура можно добавить изображения и тексты и соединить их между собой стрелочками всего две кнопки плюсиком добавляется новый объект и рядом с ним стрелочка для добавления связи между элементами кроме текстов изображений что еще можно добавить иконки из сервиса видео из ютуба ну и плюс дополнительное оформление там ромочки заливки фона и все объекты опять свободно перемещаются можно их увеличивать и уменьшать а готовую работу можно с помощью кода сохранить на сайте или в блоге у себя и функция соавторов тоже действует здесь все работает по сравнению со спайдер скрайбером может быть он чуть-чуть более красочный более интересный и похожий на него миндома они почти как близнецы-братья у них даже дизайн немножко похожий абсолютно такие же возможности и абсолютно такие же ограничения три ментальные карты кнопочки немножко иначе просто расположены а так они вот все те же плюсик и стрелочка дальше вот я прокомментировала то что с левой стороны значки сюда кроме собственно текстов и изображений можно добавлять гиперссылки видео, различные комментарии, символы и даже закладки вот таким образом это работает миндома русифицированный это на русском языке сервис если вы впервые с ментальными картами работаете можно с него начать он будет проще для освоения ну что еще, как еще визуализируют информацию можно использовать сервисы для создания блок схем ну это что-то чуть большее чем диаграммы это тоже такая блочная подача информации есть небольшая картинка есть текстовый блок между собой они могут соединяться стрелочками какие-то взаимосвязи между ними возникают ну тоже вот похоже на инфографику например вот такая сейчас ссылочку я вам дам чтобы вы повнимательнее рассмотрели LucidChart сервис называется сервис для создания блок схем и диаграмм я вот нашла шаблон такой взяла свои картинки про Гарри Поттера книги и в виде вот таких стрелочек нарисовала вот такую блок схему здесь как вы видите изображение по минимуму здесь достаточно текста ну это такая справочная диаграмма скажем рабочий вариант с чем мне приглянулся этот сервис здесь можно здесь достаточно большая библиотека изображений можно загружать свои с компьютера вверху кнопочки правда он на английском языке но разобраться не очень сложно вот кнопочка я выделила ее красным шрифтом она добавляет например изображение и вот сюда на ваш вот этот вот холст добавляются картинки а дальше вы уже выбираете стрелочки различные элементы иконки для оформления инфографики для оформления вашей блок схемы три проекта можно создать бесплатно но есть функция добавления соавторов к работе это плюс опять можно что-то коллективное сделать может быть не очень впечатляющий сервис не такой красочный как ментальные карты но тоже интересный элемент еще один интересный draw.io это сервис интегрированный в google то есть если у вас есть google аккаунт то вы можете установить это приложение к себе на google диск и оно будет у вас работать оно чем-то напоминает google презентации если вы с ними работали то это похожий вариант вы получаете какой-то слайд на слайде собираете из блока вот такую схему получается вот что-то наподобие инфографики тоже визуализация информации кнопочка с плюсиком добавляет все элементы здесь и тексты и картинки и ссылки можно добавить в том числе здесь есть библиотека различных картинок фонов их не очень много но есть стрелочки и другие фигурки есть шаблоны в основном шаблоны и диаграммы разной сложности но есть вот такие красочные блок схемы я вот такой шаблончик там обнаружила и сделала на его основе визуализацию про историю мурманской области как она из кольского уезда превращалась в мурманскую область плюсик того что опять таки есть функция совместной работы сервис абсолютно бесплатный и работать в нем удобно хотя его к сожалению пока не русифицировали все готовые варианты вы можете скачать на компьютер они у вас в google диске сохранятся и вы можете вставить на страницу сайта и блога тоже ну и еще один для блок схем сервис скрет или позволяет создавать тоже диаграммы блок схемы разной степени сложности он на русском языке русскоязычный все инструменты вверху в красной рамочке я выделила добавление рисование изображение можно добавлять тексты здесь можно бесплатно создать пять диаграмм но здесь очень много шаблонов самых разных я выбрала вот одну из самых красочных попробовала про пластилиноколец и про гарри путера создать блок схему сейчас ссылку дам чтобы посмотрели поближе как это выглядит что тут еще из плюсов то что шаблонов много да плюс библиотека сама не очень большая но зато можно свои изображения подгружать или с компьютера или по ссылке из сети а готовую вот эту схему можно сохранить как рисунок получить на нее ссылку и код для публикации в сети вот такие блок схемы и еще один интересный вид визуализации называется облако слов наверняка видели где-то я вам предлагаю немножко отойти от сложного немножко развеяться я вам сейчас буду показывать облако слов заодно рассказывать как их можно использовать в библиотечной практике это визуализация ключевых слов взятых из книги из какого-то отрывка из произведения может быть ссылки на разные интернет-ресурсы оформленные в виде таких вот картинок похожих на облака отсюда и название облака слов ну вот смотрите как можно использовать облака слов например сделать какую-то зашифрованную выставку либо на сайте либо в блоге либо в реале зашифровать например произведения используя имена главных действующих лиц и какие-то ключевые слова из этого произведения может быть в чате напишите мне что за произведение тут зашифровано или вы сегодня не игручий тогда я пойду дальше о остров сокровищ спасибо можно визуализировать какие-то даты но это больше да для украшения выставки например можно сделать да остров сокровищ был зашифрован а можно например вот такую игру предложить участникам читателям собери стихотворение здесь отрывок из одного очень известного стихотворения взяты слова перемешаны да пушкин я помню чудное мгновение тут зашифровано еще один вариант можно вот такие игры придумывать читателям назови автора здесь зашифрованы названия нескольких произведений да достоевский вот как здорово пошло дело ну или вот найти здесь лишнее например найдете ага муму точно это все произведения толстого а здесь вот муму попалась ну как видите с облаками слов можно здорово играть особенно если у вас детская аудитория можно и на выставке такие предлагать игры да игры у выставки у книжек можно на экране на большом почему нет либо распечатать раздать детям для игры это всегда хорошо заходит это интересно всегда как это сделать ну вот смотрите вортарт есть такой сервис вообще-то раньше было их больше сейчас один на плаву остался наверное называется вортарт но у него очень хороший функционал он позволяет делать интерактивные облака слов то есть это не просто картинка с какими-то буковками а дело в том что вот каждая эта фраза каждое слово в этом облаке слов оно может вести на какой-то интернет ресурс например и быть ссылкой вот примеры интерактивного облака я вам сейчас в чат положила там зашифрованы сервисы для создания интерактивного видео если вы на любое нажмете на название то вам откроется адрес этого сервиса сайт откроется вот такие справочные облака слов можно делать интерактивные например у себя на сайте и в блоге смотрите как это выглядит все не сложно после регистрации вы попадаете вот в такое вот поле здесь вы выбираете например форму облака слова вот внизу кнопочки shapes это форма облака которое вы хотите создать есть готовые шаблоны вы можете свою картинку загрузить и по вашей картинке могут облако придумать font это шрифты layout это подложки ну и style это оформление стиль как это будет выглядеть сами ключевые слова вносятся вот в такую табличку она вверху здесь мы зашифровали имена героев из книги облачный полк дальше следующий столбик с циферками да 3 2 1 и так далее это значимость того или иного героя в книге то есть наиболее значимых персонажей мы помечаем более как сказать большой цифрой здесь от 1 до 5 максимально можно 5 поставить и вот таким образом те которые слова вам кажутся более значимыми сделаете их покрупнее в итоге они будут в облаке шлифов крупнее а те которые менее значимы они будут мельче шрифтом дальше есть столбик который называется link вот именно сюда и вписывается ссылка если вы хотите облако ваше сделать интерактивным кнопка options этот столбик открывает изначально столбик этого не видно а вот options нажмете в красную рамочку я выделила эту кнопочку откроется столбик link сюда вы вносите вашу ссылку и облако получается интерактивным но остальные столбики я оставила без изменений они не так важны в основном вот размеры ссылки и и сами слова ну и дальше вы нажимаете кнопку generate вернее сейчас уже не generated раньше так называлось visualize вот красненькая вверху визуализация и у вас получается вот вы увидите готовый вариант что с этим можно сделать можно получить код и ссылку можно скачать на компьютер в хорошем таком довольно хорошем разрешении распечатать поставить например на выставку или куда-то прикрепить в библиотеке и показывать на мероприятиях а интерактивное облако вставляется на сайт и в блог для читателей для просмотра ну у нас сегодня немножко более длительный будет вебинар я надеюсь вы не в обиде на меня что я так долго вам рассказываю как-то еще не очень укладываюсь по времени хочется рассказать много и не все успевается но такую небольшую паузу давайте делаем перед динамичной инфографикой до этого мы все более статичной об анимированной говорили такой наполовину динамичной а вот перед тем как приступим к динамичной инфографике я несколько слов все-таки хочу рассказать о нашем курсе поскольку здесь много участников хочу прорекламировать свой курс который называется информационные технологии в библиотеке если вы по ссылке ходили и видели этот курс то он скоро уже начнет свою работу с 3 апреля мы запускаем его и продлится он до 22 мая сколько недель я пока не считала ну вот можете представить сколько это будет 62 академических часа 8 тем для рассмотрения я попыталась обхватить ну как объять необъятное попыталась охватить все возможные темы для связанные с информационными технологиями то есть это создание всех возможных видов информационных продуктов библиотеки начиная с ленты времени и заканчивая сторителлингом и медиапубликациями в сети там постаралась их расположить в логической последовательности от более простого к более сложному если вы сходите на курс вы ознакомитесь со списком всех сервисов о которых я буду рассказывать и показывать 2-3 сервиса в каждом разделе выделены для практикума то есть по ним мы будем создавать информационные продукты сейчас отвечу по поводу стоимости если вы пройдете курс от начала до конца у вас по итогам курса получится 8 ну это минимум информационных продуктов а все зависит от вашего желания Стоимость курса есть 2 формы участия в нем я сейчас про юридических лиц не говорю я про физических для физических лиц стоимость курса есть обычный слушатель все выполняют задания и обычные и активные просто обычный слушатель получают за свою работу зачет, незачет. То есть принимаем, не принимаем. Если вы активный слушатель, то вы тоже выполняете практикум, но по итогам практикума получаете подробный разбор вашей работы, то есть рецензию, скажем, на нее и помощь в устранении недочетов. Далее, по итогам всего этого получаете сертификат, если вы обычный слушатель. Если вы активный слушатель, вы кроме сертификата или вместо сертификата можете получить еще свидетельство о повышении квалификации. Образцы на сайте висят. Так вот, обычный слушатель стоимость 6300, а для активных слушателей 8500. Вся информация тоже на сайте, там все расписано. Что еще можно сказать о курсе? Я надеюсь, что все будет интересно. Учеба будет заключаться в проведении вебинаров. Вы будете иметь доступ к этим вебинарам неограниченным. Можете пользоваться и всеми материалами, которые вам будут предложены, тоже в неограниченном количестве. Вебинары будут проходить один раз в неделю по средам в 15 часов. Время московское. Если быстро и кратко все о курсе, более подробную информацию вы можете на самом сайте прочитать. Там все списки, все сервисы, все практикумы. Там уже более подробная информация есть. Если вас какие-то вопросы заинтересуют, то опять можете, там внизу есть форма для вопросов. Единственное, что я не смогу пока ответить на вопрос по поводу, как платить деньги. Об этом чуть позже, потом уже. А так, на все вопросы, все, кто мне присылал эти вопросы, я постаралась вчера на них на все ответить. Надеюсь, вы письма получили. Ну, а теперь давайте к видеоинфографике. Все-таки появился такой термин – видеоинфографика. Это что-то среднее между картинками и видеороликами. Хотя, да, это видеоролик, просто статистическая какая-то информация, она в еще более интересном, занимательном виде. Как правило, это какие-то анимированные видеоистории, рассказывающие интересные факты для зрителей. Тоже очень такой вирусный контент, его очень часто просматривают, рекомендуют, делятся. В общем, видеоинфографика – это тоже нечто интересное, и можно себя попробовать и в этой роли тоже. Покажу вам несколько видеороликов. Я их хотела растянуть сейчас на большой экран. Если вы не против, я сейчас попробую что-нибудь запустить. Если у нас не очень хорошо пойдет, то тогда будут ссылками давать. А так, давайте посмотрим. Первый сервис называется Bitable. Самый простой сервис для создания простой анимации. Можно на основе картинок, можно на основе анимашек это все создавать. Работается по шаблону, то есть берется шаблон, выбирается. И дальше внутри шаблона вы добавляете сцены. Кнопки всего две. Кнопка «Контент» добавляет тексты. Вот она сейчас как раз нажата. Тексты, шрифт. А тут же все отображается в самом шаблоне. Дальше. Кнопка «Рядом тайминг» определяет переходы между слайдами вашей видеоистории. Вообще в каждом шаблоне эти переходы автоматически есть. И вы даже можете эту кнопку не использовать. То есть у вас умные шаблоны, они сами будут у вас листаться так, как запрограммировано внутри. Вам даже можно и не настраивать вручную время. Это на тот случай, если вы хотите удлинить какой-то слайд или уменьшить наоборот. Тогда вот она вам пригодится. Дальше. Когда вы создали один такой слайдик, я, например, сделала шаблончик, добавила туда текст. Он вот такой выглядит. Дальше нажимаем «Next сцену», следующая сцена. И дальше опять выбираете какой-то шаблонный слайд и в него добавляете свое содержание. Шаблонов здесь много. Слайдов для шаблонов много. Есть анимированные, есть с картинками, есть какие-то с видеоэлементами. Вы можете настроить цвет, кнопка «Color», добавить аудио, озвучка. Ну и кнопочка «Preview» следующая, вверху я в красной рамке выделила. Это просмотр, что у вас получилось. Не понравилось, вернулись назад на любой шаг. Так, timeline – это первый, когда вы добавляете тексты, картинки. Либо color, либо аудио. Ну, давайте посмотрим, что у меня получилось. Сегодня такая экскурсия по Мурманской области. Я надеюсь, что видео пойдет. Ну, хотя бы маленький кусочек посмотрим. Ролик можно сохранить в обычном видеоформате. Он сохраняется. Сейчас уточню. Можно загружать его сразу на YouTube. Единственный недостаток – тут, как вы видите, водяной знак появляется. Сервис бесплатный, поэтому вот так. Видео публикуется, но скачать вы его не можете. Или сделаем хитрым образом это скачивание. Но, я думаю, понятно, можно приостановить. Но смысл вот такой. Если вам интересно, что будет дальше, то там ссылочка есть в самой презентации. Можно будет посмотреть до конца, как это выглядело. Возвращаемся к нашей инфографике. Сохраняется в формате видео, выставляется на YouTube. Хорошее качество, у него 720. Единственное, водяные знаки, но они с боков, поэтому, может быть, не так сильно бросаются в глаза. А дальше с YouTube вы можете скачать. Вот так можно сохранить на свой компьютер. Замечательный сервис, мне тоже нравится. Я многие рекламные ролики для своих учебных курсов делаю как раз в нем. Похожий сервис, русифицированный. Тот же Bitable, но только на русском языке. Называется Render Forest. Точно так же. Выбираете шаблончик, вставляете в него текст. Получаем картинку, добавляем элементы, которые нам нужны. Дальше переходим в следующий стиль оформления. Дальше цвет, музыка и предпросмотр. Как видите, по аналогии с Bitable. Абсолютно одинаково. Только все русифицировано. Недостаток. Конечно, поскольку бесплатная версия, поэтому будут свои недостатки. Здесь тоже есть водяной знак. Здесь качество не самое лучшее. 360. По сравнению с Bitable, где было 720, здесь качество, как вы видите, вдвое хуже. Но что можно сказать? Bitable, он такой более развлекательный. Там много анимашек, каких-то пластилиновых человечков. Вот такой веселенький. Render Forest, он более серьезный. Здесь такие более серьезные шаблоны. Если вы работаете на взрослую и серьезную аудиторию, можно в Render Forest попробовать. Давайте посмотрим. Я сделала видеоролик у библиотеки. Это, может, не совсем инфографика, но как вариант. Просто для иллюстрации возможностей сервиса. Так, запускаем. Вот такой рекламный ролик можно создать из своей библиотеки, например. Сделано за минут 30-40. Точно так же вы загружаете на YouTube. Все абсолютно то же самое. А уже с YouTube, а со своего канала, вы можете сохранить его себе на компьютере. Ну, опять сбоку водяной знак. Ну, и дальше в том же духе. Да, музыка хорошая. Музыка взята в самом сервисе. Там есть бесплатные музыкальные треки. Их можно использовать для озвучки. Так, идем дальше. Еще один инструмент – Powtoon. С него я как раз начинала, когда делала анимированное видео. Сейчас, на сегодняшний момент, он такой более продвинутый. В плане того, что здесь много шаблонов, их большое количество. Здесь можно создавать и просто инфографику, и видеоистории, и черно-белые видео, и цветные, и более серьезные на основе фотографии. И какие угодно, и поздравительные открытки можно делать, анимированные. В общем, здесь огромное количество стилей, и оформления. Единственная сложность, что вы сами будете выстраивать свою работу. Вы можете тоже, конечно, взять готовый шаблон, но их здесь не очень много. Как вы видите, вот пять шаблончиков всего, вот вверху, в верхнем ряду. Дальше нажмете кнопочку Mode Templates, еще чуть больше попадется. Есть дополнительная кнопка Import PowerPoint у этого сервиса. Можете импортировать сюда свою презентацию PowerPoint, и вам ее анимируют, и сделают из нее видео. Я, правда, пока не пользовалась, но интересно, что из этого может получиться. А вообще мне нравится PowerTune тем, что здесь можно с нуля начать работу. Шаблоны все-таки, они все одинаковые какие-то, а хочется самому что-то придумать. А может быть, вам нравятся разные персонажи из разных шаблонов, а хочется их в одном соединить. Тогда подойдет вот как раз вариант из чистого листа. Вот он так выглядит. Вот выбрали вариант из чистого листа, и либо шаблон открыли. Вот я, например, открыла шаблон. И внутри этого шаблона вы тоже можете все поменять, как считаете нужным. Любые картинки. Картинки с правой стороны. Здесь есть целые наборы персонажей. Вот видите, разные анимированные герои. Есть кнопочки для добавления текстов, музыки, видео, маленьких кусочков видео с компьютера. Можно загрузить маленькое-маленькое видео. Можно формы, цвета менять, бэкграунд, фон. То есть внутри шаблона это все сделать можете с нуля. Вот тогда будет здесь чистый лист, и вы на чистом листе будете сами что-то изображать. Вот, например, пять фактов о планете Земля. Ну, по сути, вот инфографика, да, пять фактов о Земле. А внутри вы можете самостоятельно уже любые элементы добавить из любого набора картинок. Часть из них платная, они вот значками помечены, которые без пометки значков, они бесплатные, их можно использовать. Но здесь на самом деле много бесплатного. И можно использовать, создавать очень неплохие видеоролики. Если вы хотите на поток поставить производство видео, все-таки здесь есть ограничения. Пять презентаций с одного аккаунта можно создать. Это не так много, как может быть хотелось. И протяженность каждые пять минут примерно, не больше. Если вы хотите, качество видео получается 360, как в Рендерфоресте, вы можете загружать опять-таки это все на YouTube, а уже с YouTube сохранять себе на компьютер, если хотите. Если вы хотите, качество получше. Есть платные тарифы. И если вы профессионально уже занимаетесь созданием видеороликов различных анимированных, то я могу порекомендовать вам тариф, который называется студенческий. Стоимость 2 доллара в год. Ну, собственно, на русские деньги это не такая большая сумма. Мне когда нужно было сделать несколько видеороликов, я никак в бесплатный тариф не укладывалась и качество прихрамывала. Я его оплатила через интернет, онлайн. Мне этот тариф дали, я действительно не могла нарадоваться. То есть он действительно рабочий, в нем хорошо работать, хорошее качество в нем получается. Несколько роликов сделала в нем. Но вы можете попробовать в бесплатном тарифе. Если вам понравится в нем работать, можете что-то платное. Там больше возможностей, больше библиотека изображений и вообще больше всего интересненького. Давайте Паутун посмотрим. Сейчас видео вам загружу. Единственное, что здесь очень громкий звук. Поэтому, если есть возможность, можно немножко приглушить. Я сейчас сама здесь попробую на плеере приглушить немножко. Ну, это инфографика о Джоне Сильвере из «Устрова сокровищ». Видеоинфографика. Скорее, даже целая история. Да, обучалка по этому сервису есть. Я сама ее писала. Чуть не пусть я вам. Давайте посмотрим. Это работа детей, читателей, библиотеки на конкурс «Литературные герои в социальных сетях». Как видите, в Пауэр-туре есть и пишущая рука, и картинки добавляются. Вот такое вот досье на Джона Сильвера. Целая видео история получилась. Я сейчас до веселого момента доберусь. И приостановлю. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, на этом замечательном моменте прервемся, если хотите досмотреть. Максимально продолжительность ролика в бесплатном аккаунте 5 минут. Как видите, здесь есть переходы красивые между элементами. Здесь руки появляются, которые увозят слайды, привозят их. Как пишущая рука, есть рука, выносит элементы, убирает их. В общем, здесь вообще потрясающие возможности. Ссылку на обучалочку дам сейчас в самом КЦ, когда мы дойдем. Вот такой тоже интересный сервис, рекомендую. Это здорово. Похожий на него Анимейкер. Вот как битый балеринтерфорест «Близнецы и братья», вот Анимейкер тоже. По сути, пошел той же самой дорогой, что и сервис Паутун. Здесь тоже, как видите, похожий элемент. Берем шаблон у нас уже готовый. Добавляем свое содержание. Героев, персонажей, тексты, картинки, может быть, свои загружаем. Есть озвучка, есть готовые музыкальные треки. Можно свои загрузить. И готовую презентацию опять выставляем на YouTube. Если у вас ручная, если вы с нуля начинаете, то здесь есть функция лента времени внизу. Собственно, у Паутуна она тоже есть. Вот такая вот лента времени, она позволяет переносить элементы. Двигая вот этот вот маркер на ленте времени, вы можете определять вручную, когда у вас герой появится в кадре, когда исчезнет. Это очень… ну, вы самостоятельно настраиваете это. Это, конечно, отнимает много времени, но это получается очень здорово. Когда видеоролик смонтируется, вы получаете большое удовольствие от того, что у вас это получилось. У анимейкера, что у него? Бесплатный тарифный план поддерживает кириллицу, все как у Паутуна, загружку своих изображений, звуки, коллекция шаблонов изображений большая, анимированные герои, анимированные переходы тоже есть, пишущая рука есть, и YouTube тоже есть. Да, есть ссылка на ролик с Сильвером, она в презентации будет. Сейчас все будет, в самом конце сейчас. Терпение немножечко. Что еще? По продолжительности видео анимейкер уступает. Здесь всего две минутки, они совсем коротенькие, эти видюшки. Ну и все. У анимейкера можно больше создать презентации, не только пять, как в Паутуне. Давайте посмотрим, сравним, что вам больше понравится. Анимейкер сейчас найду. Так. Ну давайте тоже маленький кусочек посмотрим. Это уже про Ломоносова. Давайте звук чуть погромче. Здесь немножко другая, как вы видите, анимация, но тоже интересная. Ну вот здесь инфографика более такая серьезная. Если там была развлекательная, здесь вот так, посерьезнее. Ну с другой стороны, может быть и не надо длинное видео, пять минут, это все-таки утомительно. Как правило, продолжительность таких видеороликов, ну, две, максимум три минуты. Больше, наверное, и уже неинтересно будет смотреть. Ну вот та самая пишущая рука, здесь появляются тексты, картинки выплывающие, вылетающие. Собственно, по функционалу они очень похожи. Ну вот, здесь инфографика посерьезнее будет. Не такая вау, как Silver. Ну и последняя программа. Видеоскрайб не могла мимо нее пройти. Это англоязычная программа, которая позволяет создавать рисованное видео и делать рисованную инфографику. Здесь есть готовые картинки. Вы получаете безразмерный лист, на котором вы носите картинки. Они здесь могут быть вот такие, черно-белые, могут быть цветные. Можно свои подгружать изображения. А дальше у вас эти картинки будут одна за другой появляться. Вы можете озвучить ваш видеоролик. У вас получится видео в таком жанре, который называется скрайбинг. Что это такое? То есть идет за кадром рассказ и по мере рассказа появляются герои в вашем слайде один за другим. И получается как параллельное следование. Текст за кадром и картинки, появляющиеся на экране. Здесь вообще нет текстовых надписей на английском языке. Здесь все значками. Вот кнопочки вверху. Картинка, текст, график, музыка, озвучка. Дальше. Тут есть руки, которые рисуют. Здесь их много. Здесь не только одна анимированная, как в Паутуне, например. Здесь их много, огромное количество рук. Здесь есть летающие маркеры, которые рисуют. Это не онлайн сервис, это программа. Ее можно скачать на официальном сайте VideoScribe. И попробовать ее в деле. Интересно, я в свое время очень увлеклась этой программой. Несколько видеороликов сделала. Она мне здорово понравилась. Здесь большое количество шрифтов есть. Вы можете свои устанавливать. Вот, например, есть какие-то базовые шрифты, которые в самой программе. А вы можете дополнительно установить любой из тех, что есть на компьютере. Дальше. Любое изображение вы настраиваете. Как оно будет рисоваться. Как оно будет появляться слева направо, справа налево. Превращаться одно в другое. С какой продолжительностью оно будет появляться. Паузы, тени и все остальное. Рука будет выносить или оно само появится. Тоже есть подробная бутчалка к VideoScribe. Это интересная штука. Тоже для создателей видео. Что-то новенькое, неожиданное для читателей можно в ней создать. Единственный минус – это программа платная. И бесплатная версия у нее всего 7 дней действует. Но если вы так интенсивно займетесь, то за 7 дней можно ее буквально освоить за пару дней, а потом оставшееся время пробовать в ней создать видеоролики. У нее есть платные подписки. Можно на месяц, например, подписаться и попробовать уже в платном варианте. Но сейчас, к сожалению, в связи с курсом всяких долларов и евро, может быть, не слишком удобная сумма. Но, тем не менее, программа интересная. Просто мимо не могла пройти, потому что много в ней работают. Хотела показать вам видеоролик про Мурманск. Назвала я его «Ты настоящий мурманчанин, если…» VideoScribe. «Настоящий мурманчанин, если…» Это такие мифы о мурманчанах. Ну, наверняка, о каждом населенном пункте так можно сказать. Давайте я фрагмент включу. Все равно он пошел сначала. Ладно, хотела эту заставку пропустить. Но вот такая пишущая рука есть. «Ты настоящий мурманчанин, если…» Ну, звук не очень громкий, тут на ютубе погромче. В июне, в виде часа 12.00, ты щуришься на солнце и сомневаешься во времени суток. Тебе уже приходилось отвечать на вопросы про белых медведей в городе. Ты уже рисовал схему обращения Земли вокруг Солнца, чтобы доказать, что полярный день – это не вымысел. А вот в полярную ночь все верят легко и сходу. Ты хоть раз купался в проруби на Семеновском озере? Или, по крайней мере, друзья тебя туда звали? Ну, вот такой элемент есть превращение одного в другое. Ты 12 лет ждал открытия моста через залив, а теперь ездишь по нему просто кататься, потому что на ту сторону тебе не нужно. Ну, и так далее. Тут 10 таких стереотипов о Мурманске. Вот такая инфографика. Но это даже уже больше не инфографика, это больше видеоролик все-таки, но вот, решила так похвастаться немножко. В заключении. Самое главное, наверное, для создания инфографики, собственно, первый вопрос, который возникает, это даже не то, как писать текст, а где вообще брать картинки для инфографики. Вот несколько сервисов, я тут собрала на слайде, где хранятся бесплатные картинки, всякие разные. Есть и с прозрачным фоном, и с обычным фоном, и в разных форматах. Вы можете по этим ссылкам потом погулять, посмотреть, присмотреться. Здесь правда очень интересная. Подборки. Если вам не хватать будет картинок в инфографике, можно взять с этих сервисов и использовать их в работе. Вот я обещала ссылки на все-все-все на свете. Вот, пожалуйста. Ссылки, ну, эту презентацию вы, понятно, можете скачать. На последнем слайде ссылки еще на две справочные презентации. Вот где Джон Сильвер скрывается и вот все остальное. Сейчас я вам в чат их продублирую, кто не успел презентацию скачать. Вот это первая ссылка. Да, в Лена Голд все точно по картинке, разложено по темам, там здорово разбираться. Первое – 27 онлайн-инструментов для создания инфографики. Справочная презентация. Там обучалки, примеры и ссылки все. Дальше. Вторая, где Джон Сильвер – это вот эта ссылка. 20 инструментов для создания анимированного видео. Кстати, Джон Сильвер занял первое место тогда на конкурсе по видеороликам. Вот. Это две справочные презентации, которые я вам предлагаю еще для просмотра дополнительно. Ну и плюс ту презентацию, которую вы скачаете сейчас из виртуального нашего кабинета. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Спасибо вам большое, что вы были. Спасибо за внимание. Вот эту последнюю ссылочку, и эту я ссылку посвятила всем представительницам прекрасного пола. Это мое поздравление с 8 марта. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что слушали. Надеюсь, информация будет вам полезна. С праздником вас и всего самого доброго. До новых встреч. Ну а следующий вебинар уже в апреле. Друзья, давайте поблагодарим Марину за замечательный вебинар. Я надеюсь, многие из вас захотят принять участие в курсе. Ссылки на него были приведены. Ссылку на сертификаты тоже я привел. Я тоже поздравляю всех вас. Ну, по крайней мере, тех, кто не будет присутствовать на завтрашнем вебинаре. С наступающим праздником 8 марта. Ну, по крайней мере, женскую половину нашего сегодняшнего состава вебинара. И напоминаю, что Директ Академия – это вебинары каждый день. Встретимся с вами завтра на вебинаре Дмитрия Кричмана. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok